Пресс-конференция по проблемам и перспективам развития жилищно-коммунального хозяйства в Одинцовском городском округе прошла в администрации муниципалитета. Центральной темой встречи стало обращение с твердыми бытовыми отходами. На сегодняшний день транспортировкой, обработкой и утилизацией мусора занимается русский региональный оператор, к работе которого вопросы возникают как у власти, так и у жителей округа. По словам заместителя руководителя администрации Михаила Каратаева, остро стоит проблема с прогнозированием объема отходов на площадках и их своевременным вывозом, особенно в частном секторе. Это приводит к мусорным навалам и обоснованному недовольству граждан. В основном у нас идет накопление мусора на тех площадках, которые находятся либо рядом с частным сектором, либо являются перегруженным с точки зрения количества домов, которые есть рядом с ними. Для того, чтобы решить эту проблематику, в первую очередь региональный оператор старается нарастить парк автотранспорта, а со своей стороны муниципальные власти сейчас ведут работу по увеличению количества контейнерных площадок и расширению тех контейнерных площадок, которые уже существуют. Сложности возникают и на этапе оплаты услуг. Нередки ошибки в самих платежных документах, в частности при указании площади жилых строений ВЖС. Работа по уточнению данных ведется в ежедневном режиме и будет завершена к концу лета. Для решения всех возникающих проблем переходного периода местные власти проводят регулярные встречи с жителями. Также в администрации муниципалитета функционируют горячие линии, где можно получить квалифицированную консультацию. При обнаружении ошибок в счетах или неучтенных платежах можно обратиться для осуществления перерасчета. Объемы перерасчетов на самом деле огромные и объемы учета платежей тоже огромные. В моменте это все сделать невозможно. Поэтому жителей хочется успокоить, что МОСОБЛ ЕИРЦ и МОСЭНЕРГОСБЫТ, это обе компании, являющиеся государственными, они никуда ваши деньги не потеряли. И как только будет техническая возможность осуществить перерасчет, они вам его сделают. Не осталась без внимания журналистов недавняя смена управляющей компанией в нескольких микрорайонах Одинцова. Данная тема активно обсуждалась с жителями в соцсетях. Михаил Каратаев заверил, что ситуация находится под контролем администрации, ведется совместная работа с госжилинспекцией и правоохранительными органами. Направлено на то, чтобы удовлетворить запрос жителей, чтобы жители домов остались довольны теми изменениями, которые происходят. Если опять же повторить, жители против того, что у них появилась управляющая компания, которая на сегодняшний день управляет жилым фондом, они имеют возможность провести собрание и переизбрать любую управляющую компанию, которую считают достойной управлением своим домом. Михаил Каратаев сообщил, что в этом году в Одинцовском городском округе запланировано благоустройство 43 дворовых территорий, также отремонтируют более 100 подъездов. Кроме того, появится 16 новых детских игровых площадок по губернаторской и муниципальным программам. В дополнение модернизируют 24 уже имеющихся объекта детской инфраструктуры.